В Советском Союзе это решалось ни через какое, ни через кино. Сладкие фильмы о том, как хорошо быть рабочим, никто не смотрел. Они не имели ни малейшего успеха. Успех имели комедии, типа «Бриллиантовой руки», где рассказывалось, что бриллианты совсем не у рабочих, а у совсем других людей. Или там «Берегись автомобиля», где рассказывалось, что автомобили совсем у других людей. А решалось это очень просто. В Советском Союзе прилично платили рабочим. И сейчас, как я понимаю, квалифицированные рабочие получают хорошие деньги. Но кроме того, было понятие лимитчиков. Сейчас гастарбайтеры приезжают из Таджикистана на неквалифицированную работу. А в Советском Союзе из Таджикистана фиг приедешь. И вот из российских областей ездили в Москву, работали. А что касается квалифицированных рабочих, то я думаю, кино здесь ни при чем. Квалифицированный рабочий, насколько я понимаю, сейчас, если он находит работу, то он получает очень неплохо. По крайней мере, намного больше, чем мелкий чиновник. Правда, ему воровать особо негде. Но это другой вопрос. Намного больше, чем мелкий чиновник. Намного больше, чем тот же самый учитель знаменитый, о которых так много говорят. Но мест нет. Я думаю, что люди с удовольствием бы пошли на квалифицированную работу. Просто нет места в стране, негде работать. Ну и кроме того, известно, что разрушена система профессионального образования. Но я не специалист по ПТУ. Я не могу сказать, что там разрушили, что там создали. Для меня очевидны две вещи. Первое. Квалифицированный рабочий, который, естественно, никакой не рабочий, никакие левши и прочее сейчас не требуется. Это просто тот же самый, ну, как в СССР говорили, программист, условно говоря. Квалифицированный рабочий сейчас хорошо зарабатывает. Но для него нет места, где работать. Потому что сложное производство, производство наукоемкой продукции, производство сложного машиностроения, как я понимаю, у нас в глубокой заднице. И из нее отнюдь не поднялось. Соответственно, потребность, общая потребность страны в квалифицированной рабочей силе, она не может быть больше, чем размеры производства. Размеры производства маленькие. Я не думаю, что есть зазор между размерами производства и числом квалифицированных рабочих. Сколько надо, столько есть. Переживают производители, промышленники. Что им мешает создать систему колледжей, где бы учили всему этому делу? Вот это мне непонятно. Это совсем не так дорого, чем выбрасывать деньги на спортивные клубы, покупать очень плохих, просто чудовищных футболистов за миллионы долларов. Вложились бы в эти самые колледжи и в течение нескольких лет решили бы проблему кадров. Я уж не говорю о том, что огромное количество людей действительно не могут найти работу. Они бы с удовольствием пошли работать. Так что мне не совсем понятно, в чем тут неразрешимая проблема. Продолжение следует...